я вас приветствую многоуважаемые подписчики моего канала гости а также те кто случайно забрел сюда на огонек нас и вас подписчиков уже почти 350 скоро будет полнокровная рота борцов с луафас рай и сегодня про китайский зунт но не только а главное в видеоряде главное то что снято то что луна коричневая приятного просмотра вот уже три года скоро как чанье 4 прилунился на обратной невидимой стороне луны перед тем покружась вокруг нее почти три дня опускаясь до 15 поднимаясь до 100 километров ссылаясь на сделанные снимки ряд китайских ученых и политиков выразили сомнения о том что американцы были на луне китайцы категорически заявили что вся эта эпопея с высадкой человека на луну тщательно продуманная мистификация сообщается о том что до двух тысяч функционеров коммунистической партии китая написали обращение к правительству сша в котором попросили от американцев объяснение по поводу так называемой легендарной высадки членов экспедиции аполлон на луну в документе выразили сомнения в том что астронавты вообще когда-либо были на луне об этом заявил один из высших партийных функционеров батон но самое удивительное что потом поступило заявление публициста политика юрий игнатьча мухина он заявил что в нашей стране и давно знали что на луне никого не было так что же значит мы правы скептики которые утверждаем 50 лет и больше что никого не было на луне общепризнанным фактом является то что в начале 60-х советская космическая программа опережала американскую весь мир облетели кадры обращение джона кеннеди к американскому народу в котором он вынужден был объяснять своему электорату причины из-за которых первым в космосе оказался советский космонавт именно в то время и провозглашена была американцами цель своих космических амбиций если не удалось первыми выйти на орбиту значит нужно попытаться стать первыми в высадке на луну и сделать это за 10 лет но тут надо заметить что первый так называемый полет астронавта шепарда был лишь подскоком суборбитальным и также второй полет гриссама был также подскоком что это значит а то что американцы лишь пересекли нижнюю границу космоса ими же обозначенную и принятую советами в том числе но и россиянцами сегодня я же считаю что границы космоса нужно считать применительно к технике ту высоту на которой можно совершать полеты по орбите вокруг земли вот высота полета гагарина 380 километров плюс минус и вот американцы собрались силами и дали карт-бланш бывшему эсэсовцу фон брауну так каким же образом сша удалось так быстро сигануть аж до луны единственный способ как мне подсказывает логика это фальсификация кстати к началу темы в сети уже якобы появилась переписка между пекинским центром управления космическими полетами и космическим центром имени кеннеди как раз когда стартовал чанэй-4 и вот некоторые ключевые фразы этой переписки пекинский цуб сообщает чанэй-4 планирует провести комплексное обследование напомню что они крутились на орбите три дня которая будет включать разнообразное наблюдение в том числе исследование посадки корабля аполлон 11 в ответ специалисты центра кеннеди настоятельно не рекомендуют проводить им обследование места посадки аполлона 11 в связи со сложными ландшафтными и геомагнитными условиями которые могут угрожать якобы проведению экспедиции и уже 5 января пекинский цуб сообщает о том что чанэй-4 достиг обозначенного места следов посадки аполлона 11 и американского флага там не оказалось но должен же быть еще и вымпел земной цивилизации и флаг оон где же они вообще-то еще и 10 лет назад следов нахождения американцев на луне не обнаружили и японцы их автоматический зонд кагуя также запечатлел пустые места надо заметить что в спорах о том были ли американцы на луне длящихся более 50 лет принимали участие и принимают самые разные специалисты космонавты астрофизики специалисты в области фотографии кинематографии космической связи уфологи и многие другие и конечно же журналисты но предположим алексей константинович пушков подготовивший в семнадцатом году целую серию программ и они будут на моем канале на твц о том что американцы не были на луне с другой стороны весь официоз утверждает что были такие они на луне так где же правда и тут вопрос не технически не технологически а политически с высоты 15 до 100 километров чан и 4 снял все что хотел но скажут ли китайские товарищи об этом во весь мир опубликуют ли все материалы вот два года с лишним прошло а явных результатов мы не видим умозрительные рассуждения верно фон браун еще во время полетов аполлона был отстранен от работы в нас в 1972 году глубоко разочарованный он ушел в отставку и умер спустя пять лет незадолго до смерти его посетил наил армстронг и спросил его самочувствия фон браун шутя ответил с точки зрения статистики у меня очень плохие перспективы но вы же знаете насколько обманчива может быть статистика я должен был после всего происшедшего сидеть в тюрьме вы должны были погибнуть в космосе вы должны были погибнуть в космосе вы должны были погибнуть в космосе вы должны Продолжение следует...